МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, для того, чтобы прийти к точке без убыточности, вам нужно снизить текущие расходы. Здравия желаю! Сержант ДПС Гикало. Подожди секундочку. Что значит, подожди секундочку? Вы нарушили правила. Да на линии давай, подожди. О, ну, как она разговаривает? Алло, как обосрался? Это же просто обычная проверка, я не поняла. Ой, прости, прости, я думала это про боти. Значит, поменяй ему памперс и помашь присыпкой. Так, все у тебя получится. Девушка, а мы сейчас до вас вертаемось. Господи, что от меня хочет этот дебил? Что вы себе позволяете? Подожди, у меня наушник сел, сейчас плохо слышу. Ты пошел, ты знаешь, куда? Да вы как разговариваете сотрудникам органов? Так. Если еще раз потратишь мое время, я тебя уволю. Ты меня понял? Слушай, а может у нее связи есть, а? Я не знаю. Может быть. Да. Значит, разберись с этой задачей самостоятельно. Иначе я найду сотрудника, который сможет решить такие вопросы без моего участия. Девушка, алло, мы здесь. Алло, блин. Алло. Алло, да, значит, для того, чтобы снизить текущие расходы, сначала нужно провести аудит. Забрать данные. Ваши документы. Да это бесполезно. Так и что делать? Ну, вон, где вы? О, бачу. Слухай, давай позвоним. И что это нам даст? Да, и только после этого вы поймете, какую дальнейшую стратегию нужно выбрать. Я не понял. Сейчас. Так. Так а нахрена нам услуги бизнес-консультанта? Что мы, свой бизнес не знаем? Что? Зараз, зараз. Ну, потом вам нужно нанять грамотного АйЧер-директора. А, так, сори, вторая линия перезвонила. Да, перезвониваю сейчас. Алло. Девушка, поверните голову. В смысле, куда? Поверните налево голову, мы здесь. Здравия желаю, сержант Гиколо. Мы нарушили правила. Ой, простите, просто столько работы накопилось. Вы можете телефон положить? Да, 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 точно, да. О, другое дело. Да. Так что, как будем оплачивать штраф за превышение скорости и пользование телефоном за рулем? Какой штраф? Я спрашиваю, какой штраф? Нет, вы не обязаны оплачивать до решения суда. Да, сейчас я второй наушник надену, а то что-то плохо слышно. Это бесполезно. Так это вообще не законно. Легай, еды себе к чертям собачим. Слушай, мы бы уже за время трех бы остановили, пока она тут стоит. Едь ты в жазвицы! Езжайте! Алло, Анют! Слушай, это реально крутая схема рабочая. Вообще, и сиськи не надо показывать, деньги платить вообще. Все отпустили. Спасибо, зайка. С меня шампусик. Все, тюмки-пюмки. Оце, слушай, я Иванович одного понять не могу. Как так получается? Что вона до сих пор ни в кого не врезалась? Та не, как так получилось, когда ты звонил, в ней было не занято. Мама, можно хотя бы без шарфика? А если горлышко простудишь, а? Будешь хрипеть, как твой дед. А можно хотя бы без шапочки. Сына, ну если ты голову простудишь, будешь дурачком, как твой батя, а? Ну а можно... Не можно. У нас семья большая, так что мне примеров на все случаи хватит. Ты что, не помнишь, как ты в том году на лыжах в январе простудился? Так вот, больше такого не будет. Ну ладно. Э, женщина, вообще-то это водные лыжи. И сейчас июнь, вы ничего не перепутали. Вот видишь, сыночка, вот дядя шапочку не носил и стал слабеньким на голову. Вы здесь катаете, а не советы раздаете. Я мать, мне виднее. Лучше перестраховаться, да? И сильно меня там не гоните, чтобы сыночку моего сквозняком не протянуло. Сыночка, когда покатаешься, бегом на берег, потому что нам нужно успеть сделать еще прививочку. Какую прививочку? Ну как, какую, от бешенства. Ты же хотел еще на тарзанке покататься. А там могут быть дикие обезьяны. Так что после покатушек встречаемся возле медпункта. Хорошо, мамочка. Ты моя прелесть. Давайте жилечко даем. О, все. Какое счастье я родила. Срокалдин. Что-то еще? Там так написано? Да. Ну, доктора. Я не знаю, доктор писал для бабушки. Что же интересно, это глазные капли. Ну что, пойдем со мною. Вы кто? Я? Я провизор. Да я не вам, я вот. Что вот? Ну, ей или... Кому здесь никого нет. Расслабьтесь. Сейчас. Не слышит он меня и не видит. Я же не за ним пришла, а за тобой. Вы что? Не сыкай ты. Да, я она самая. Ну что, пошли, время твое пришло. Так какое время? У меня рано еще, у меня даже не болит ничего. Оно и не должно болеть. Сейчас давление как скаканет, и все. Так а что, ну, скакать-то должно? У меня все с давлением всегда в порядке было. Я его даже никогда не мерил. Вот потому что никогда не мерил. Поэтому на камушке и написали сегодняшнее двадцать третье число. Так сегодня двадцать второе. Что, правда? Правда. Ой. Ой, это что-то с памятью старая я уже. Ну тогда на завтра ничего не планируй. Ты у меня в планах. Давление надо было мерять. Давление мерить? Давление мерить? Вы знаете, чтобы мерить давление, у нас есть отличный немецкий тонометр. Э-э-э, не вздумай, ты у меня в планах. Давайте. Он, правда, дорогой. Цена не имеет значение. Хорошо, хорошо. Ах, гадина. Ну ладно. Вот. А меришь ты давление хорошо, а оно нормально покажет, а потом резко скаканет, и все. Что у вас есть от скачков давления? Вот таблеточки, пожалуйста. Ну они правда тоже не... Не важно, давайте. Давайте. Эх ты. Ладно. Живи пока. До скорого. Дмитрий Леонидович, может, перерыв сделаем? Какой перерыв? Ты закупщик хреном. Из-за тебя вот теперь приходится все это творить здесь. Должно было заказать 10 тонометров. А ты сколько заказал? 100. Вообще, скажи спасибо, что они не обращают внимания на срок годности таблеток. Ну ладно. Давай. Давай, давай. Как тебе? Класс. Девушка, вы мне срочно обязаны помочь. Что, нужно скорую помощь вызвать? Полицию? Нет, нет. Вот именно вы мне должны помочь. Да. Понимаете, тут такая ситуация. Я вот сейчас по парку шел и встретил там свою бывшую. Понимаете? А я хочу ей показать, что у меня в жизни все хорошо, что у меня все наладилось, что у меня все замечательно. Понимаете? что я тоже нашел себе красивую девушку. Да. Ну, а я здесь при чем? Ну, как при чем? Вы не понимаете, что ли? Она увидит, начнет ревновать, да, нервничать будет. Она попомнит вот это слова ее мамы, когда она говорила, что мол, лучше ее ты никого в жизни не нашел, а я нашел. Да, вот вы такая красивая, в сто раз лучше, чем она, да, пусть ее жаба задавит, эту жабу, жаба пусть давит. Понимаете? Спасибо, конечно, за красавицу. Но дело в том, что... Вот, вот, по-моему, идет она. Давайте, давайте, знаете, что сделаем? Садитесь мне на руки. Ой, ну... Это ничего такого буквально будет. Вы просто садитесь, да. И пусть она думает, что у нас вот любовь такая, понимаете, настоящая, да. Я просто хочу вам сказать о том, что... Не-не-не-не, знаете, что еще? Одна маленькая просьбочка такая. Ничего такого, можно я вас за грудь сейчас возьму? Да, да, вот возьму, чтобы она видела, что у нас есть страсть настоящая, что у нас все хорошо, буквально. Дело в том, что... Да, не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо, вот сейчас она вот сейчас подходит уже, да. Охренеть, сходил за мороженкой. Мужчина, и проходите мимо, на твоей груди милый прости я ему пыталась сказать но он не дал мне даже слова вставить а это мой нынешний мужчина просто за мороженым я сейчас объясню там ситуация такая 8 подержи мороженку слышь ты чепушила день только начался ты уже лыка не вяжешь вот права была моя мама когда говорила что ты ничего в жизни не добьешься и лучше меня у тебя никогда никого не будет так вы говорите голос голос и знаете еще такой такой мерзкий такой противно вот как у нашего кума голос слушай слушай меня женщина вот слышите что слышите ну голос голос завтра утром предложи мужу съездить на рыбалку предлагает мужу завтра на рыбалку съездить как-то странно если надо я могу съездить конечно конечно ты можешь вот тебе лишь бы на типовый ты из дома уйти знаете это очень интересно на а сейчас женщина скажи мне ты знаешь где спрятана заначка мужа конечно знаю в книге достоевского идиот но ведь только идет может туда деньги положить я прошу прощения книга какой идет будешь каждый месяц откладывать туда половину своей зарплаты а сейчас и ничего я не буду туда класть а правильно ли я понимаю что вы сейчас спорите с этим голосом да да знаете он такой бред несет дорогая но ведь никакого голоса не ну послушайте не вмешивайтесь на самом деле вы знаете и скорее всего это ваше бессознательное да она пытается дать вам какой-то знак пытается дать вам какой-то совет и порой наше бессознательное дает очень важные и правильный совет пить мужу больше не запрещай наоборот встречая вас работы с бутылочкой пива холодненькая вы знаете это ваше бессознательное ну какую-то чушь советует вы должны прислушаться часто за бред мы принимаем настоящую истину вот какие еще у вас были проявления вот этого всего ой ну вчера еще призрака видела причем похож на твоего этого валерчика из гаражей знаете этот валерчик и так как зомбяк выглядит а тут еще как будто вот какой-то простыней накрылся такой идиот на меню вы знаете и такое тоже уже случалось это значит ваш мозг пытается передать вам важную информацию через облик кого-то знакомого что-то вот именно его голос я и слышу серый блютуз устройство отключено это что кажется колонка так по-моему я начинаю догадываться откуда у этой мистики ноги растут а чё о чём ты дорогая ну какая мисс блютуз устройство отключено слушай женщина мужчина в доме главный не спорь с ним а я с ним и не буду спорить я вам сразу вот как кого откручу этой колонкой пиво выбирай только светлая замка своей головной боли сериалы вообще не смотри лодку купи с мотором доктор если что сможете обработать переломы раны ведь вижу доктор послушайте вам нужно успокоиться ну а вы а ну как бы как вы так могли довести любимую жену ну я вы конечно вы кто уже сами мне это все посоветовали то за чушь откровенно в лицом чушь вы же еще процент у меня даже просили заначки которые она мне будет подкладывать в мою заначку с ума такое случается в практике стресс стресс 40 процентов так вы сейчас оба будете голоса слышать причем весь город будет слышать ваши крики о помощи янчик ну ты долго ты так сильно хочешь похудеть что на время решила переехать а что мне тогда делать прописаться здесь эти моля я взяла все самое необходимое так как ты думаешь ничего лучше надеть вот этот коротенький топ или вот такую футболочку но я не знаю я надеваю то что на меня налазит поэтому я сюда и пришла и на один короткий топ что был виден мой плоский животик да и он еще подойдет классно кедиком а я извиняюсь а мы сюда пришли ухудеть или на покосмот юльчик я тебя умоляю я должна быть всегда красиво тем более очень хочу понравится тому красавчику тренеру видимо худеть пришла сюда только одна я это ну что ты готова сейчас еще носочки найду блин юлька сужен мы с тобой в одной цветовой гамме ты не можешь и переодеть кофточку и на я с собой весь гардероб не брала я на я уже размялась ты готова я выбрала туфли ты серьезно хочу они очень классно подходит к мою и кофточки ну тогда пойдем заниматься бляди еще подкрашу чуть-чуть и дед гоня шикарно но только это все для ресторана ты уверен что хочешь в этом заниматься конечно в этом видео меня точно заметит этот тренер красавчик ну все пойдем видимо у всех тут свои цели вот это позанимались я говорила что он обратит на меня внимание вот этот тренер целую тренировку с меня глаз не спускал ну да может это потому что ты в платье и на каблуках залезла на беговую дорожку зайка он на меня запал ну да на тебя все мужики в зале запали потому что ты как на турник запрыгнула платье слетела я между прочим так и хотела туки туки девочки я прошу прощения раздетых нет больше чем вы видели точно не увидите здравствуйте я извиняюсь мадам я за вами всю тренировку наблюдал вы так усердно занимались что я захотел с вами позаниматься индивидуально вы так сказать очень перспективно чего я говорю телефончик можно ваш чтобы с вами индивидуально позаниматься ну да я понял тогда я вам свой телефончик запишу чтобы мы с вами позанимались индивидуально прошу хорошего дня всего доброго ты это видел это классно я теперь точно похудею мы сможем с ним заниматься спортом круглые сутки я не верю реально у каждого свои цели я не понял ты куда псина забралась то ты смотри какой наглый какой наглый согласна полностью он хотел с меня тысячу гривен взять чтобы меня выпустить бессовестный совсем кто ну кто кто вот друг твой волосатый пёс собака кобели еще тот шелудивый на меня хотел забраться и а че он в форме где петренко потому что твой петренко это и есть животное жмот каких свет не видел ты хочешь сказать что это и есть петренко здрасте мордасти это и есть он что непонятного я его немножечко приколдовала так сказать проклятие на него наложила какой еще проклятие цыганское настоящее ты чё охренела вообще ты башкой своей думаешь и начальник мне не нравится как ты на меня кричишь мне кажется ты прям квакаешь о на тебя в жабу превратить букашки кричишь мурашки жабы зеленые порхашки рот закрой свой ой ладно ладно а то прямо сейчас стрелять начнешь слушай а если петренко теперь животное значит ему деньги не нужны капец неправильно я придумала не в жабу тебя надо было превращать а в крысу так рот вы закрой слушай а чё теперь полковник скажет а ничего он тебе не скажет потому что я вот уже превратила в собаку шарпея теперь он может свою жопу все на глаз натянуть как он вас пугал слушай а сколько будет стоить их обратно в людей превратить не ну так по сегодняшнему курсу где-то в два раза больше чем ты у него взял в два раза давай одного превращай петренко с ним мы еще заработаем а вот полковника на дачу заберу воров конечно ловить он не будет но я всю жизнь мечтал ему приказа отдавать ну что ж молодой как бы красивый мой тогда снимай сначала наручники хорошо так деньги оставляешь тут садишься сажусь закрываешь глаза закрыл ничего не видишь ничего не вижу да хорошо и теперь повторяем заветные слова ла-ла-ша-ша-ра-ра 糟ence раз повторев ла-шаро ла-ша-ра ла-шара лaltsара лаш-ара лош-ара ла-ш-ара-ра лас-ара лак-ара Лошара Кто? Петренко Петренко Лошара? Ты что, обалдел уже вообще что ли? Петренко Что? Кум Не шерсти нет Клыков тоже нет Петренко родненький Ты что, пьяный что ли? Нет Ё-моё Перегрелся, наверное, да? О, ха Привет Тебя вон кинологи ищут по всему Этому отделению Вот уже что же, такие, блин Придурки, собаку оставили Пошли куда? Вот ведьма Кто? Ведьма Кто? Кто? Цыганку лови быстрее, видел на входе там она Слышь ты, стону стоять Слышь цыганище Понял На троих Ну что, как там кажут? Наша служба опасна и трудна И без взяток нам и даром не нужна Прикольно О, с почином тебе Давай, спиняем ей Давай, давай Ну что там, сильно превысило? Да не дуже, на 10 километров всего Много не собьем Ну, добре Старший лейтенант Петрыкин А шо ж цы мы нарушаем, превыша А, понятно Что понятно? Женщина за рулем не водитель? Слухайте, мне все одно, кто за рулем Нарушение, оно среднего рода Нарушили, платить штраф Ну и на сколько я там превысила? Километров на 10 Цы у вас все в километрах А у нас в гривне Может, простите на первый раз, а? Ну, слушайте, ну, конечно, простить непростим Но скидку можем сделать Слушайте, я шо, платье в магазине покупаю? Ну, я же превысила всего ничего Ну, вот и заплатите всего ничего Так, женщина, не драконьте нас И оплачивайте, либо выставим протокол Давайте Сколько? Ну, сколько, ну... 250 гривен И 50 сверху А 50 за что? За обслуживание? За обслуживание За то, что нема протоколу Не, ну, конечно, вы, якщо хотите Можете и за обслуживание заплатить Так, ну, у меня вот только тысяча гривен Ну, добре И сдачу, пожалуйста, немелкими давайте Так, звідки у нас сдача? Мы ж тільки вийшли на работу Вы шо, жіночка А, ну, нема сдачи Значит, нема денег Пишите протокол Подожди, ещё сразу нема денег Та оплаты Это... Сейчас Сколько там у тебя есть? Шо, ну я не знаю Гривен 80 в мене, может, ее там У меня иначе Я на копо брал У меня 130 Так, 80 плюс 130, это у нас получается. 20, это 100, еще 100 плюс 20, это 120 и 100. Это получается 210. Давайте сюда. Ну, 210. И вы мне еще должны 490. 490. Что, не ожидали, что женщина еще и считать умеет? Слушайте, давайте так. Вы нам дасте 1000, а наступного раза, как вы тут будете ехать, мы вас спиняем и делаем вам вот такую скидку. В следующий раз я ваш пост десятой дорогой объезжать буду. Еще и всем подругам скажу, чтобы сюда не ногой. Так вы не угрожайте нам. Давайте так. Давайте я сейчас развернусь, разгонюсь на все 490 гривен и потом со спокойной душой вам отдам 1000. Хочи баба, но не дура. Ну давайте. Давайте. Давайте, чекаем. Раз. Блин, ее уже полчаса немало. Она что, из Киева стартует, или что? У меня такое странное ощущение, что она не собирается ехать. Она, походу, нас кинула. Вот правильно ты сказал, что не дура баба попалась. Блин, кофа хочется. У тебя нет денег? Да все же отдал. Так, все. З завтрашнего дня выходим на работу зі здачою. Або нехай на карту кидают. О, вариант. А че мы так сразу не сделали? А? Бо кофа не попили. А, кофа не попили. Не проснулися? Да. Слышь, малой, подай мне пивка. О, видишь, как клево. Вначале ты ему меняешь памперсы, а потом тебе подает пиво. Вообще-то там в поговорке было про воду. Сыночек, а что там пишешь? Я пишу сочинение, как я провел лето. А что там пишешь? Папка у тебя самый лучший взял тебя на пляж, да? Ну, вот что я написал. Папа взял меня на пляж, чтобы я носил ему пиво. Э, ну это не надо было писать. Да, сыночек, лучше напиши, как мама с папой покупали тебе мороженое. О. Но такого не было. Вот, Лешенька, вот. Ну, что ты там написал? Мама принесла мне мороженое, а папа продолжал отрыгивать пиво. Лучше, сыночек, про папу и про отрыжку не писать. Напиши лучше, что мама принесла тебе мороженое, а с папой вы лепили замок из песка. Да. Ну и такого не было. А я говорю, было. Было. Пиши, пиши. Так. Ну, что ты там написал? Вот, мама и папа играли со мной все лето и разрешали играть на телефоне, сколько я захочу. Ага. А еще они разрешали есть конфет, сколько влезет. Ну, да. Да. Потом папа купил мне квадрокоптер, потому что он самый лучший папа на свете. О, вот так классный, записывай, молодец. Угу. 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 Такого не было. Угу. 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 А, да. Угу. 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 где этот мальчик? А это кто? Я вожатый из лагеря, в который ты сейчас поедешь. Собирайся. Но я не хочу в лагерь. Мне и с вами хорошо. Лешка, говорят, что в лагере сочинения очень хорошо пишутся. Не бойся. Тебе понравится. Будешь есть манку каждый день все лето. Я не люблю манку. Ничего, ничего. У нас ее все любят. Есть-то больше нечего. А через месяц с комками даже едят. Фу, может не надо? Ну, эх, малыш, малыш, тебе понравится. У нас в лагере лес, воздух, из развлечений. Комары, клещи, змей. А главное, нет речки. Ну и родители, в нашем лагере основное это дисциплины. Поэтому никаких планшетов, телефонов, ребенку давать нельзя. Мы целое лето будем заниматься математикой, литературой, повторением правил, ну и, конечно же, сольфеджио. О! Ладно, хорошо, я напишу сочинение так, как вы хотите. Только не отдавайте меня этому извергу, пожалуйста. Ой, вы уж простите нас за беспокойство, но мы подумаем, может, в следующем году? Зря, малыш, у нас там еще коровник есть. Ха-ха, класс! Мама и папа лучше на свете, и они играли со мной все лето. Вот. И покупали мне мороженое, но немного. Это, чтобы горло не болело. Правильно, молодец. На троих. Ну что, новичок? Здорово! Здрасте. Как успехи? Да как-то не очень. Вот вы скажите, как у вас так получается, что к вам куча людей на персональной тренировке ходит? Значит, есть у меня одна рабочая схемка. Значит, только ко мне клиент приходит, я вижу его недостатки и сразу в лоб ему обо всем говорю. И самое главное, чем больше его унижаешь, тем больше он тебе доверяет и больше платит. Понял? Понял. Спасибо. Давай, дерзай, новичок. Чем больше унижаешь? Не подумал. Добрый день. Здрасте. Точнее, а что это мы не переодетые в зал пришли? Или думаете, что жир сам рассосется? Какой еще жир? Я вообще не по этому вопросу. А по какому? По вопросу вашего второго подбородка, из-за которого не видно, что у вас живот висит, а? Ничего у меня там не висит. У меня, можно сказать, в смысле, ничего не висит у меня. Да-да, я видел, как вы к нам в зал зашли. Болком. Или что для вас? Нужно отдельный вход прорубить, чтобы вы прямо заходили? Ну что вы себе позволяете? Это вы себе, походу, много чего позволяете. А с вашим метаболизмом вам нужно позволять себе только кефир. Какой еще кефир? Какой? Нежирный, как некоторые. Со мной все в порядке. Да, в порядке? А вот это что? Вот это что? А вот это что висит? Где там наш пресс подевался, а? Да хватит! Прекратите это все! Хватит, я вам сказал! Я сюда вообще по другому поводу пришел. Правильно. Хватит жрать. Бегом переодеваться и на тренировку. Я могу провести персональную. Я вам сказал, хватит! Я сюда не за этим пришел! А зачем? Пришли позырить, как выглядят нормальные люди. Ну, вот так. Я пожарный инспектор. А. 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 И, ну, с этим у нас все в порядке, наверное. А вот мне так не кажется. Аварийный выход не оборудован. Туда люди могут войти только боком. Прямо никак. Ну, так не все же могут так. А вот это что висит у вас, а? Что там ничего не висит? Вот именно! Ничего не висит! А должна висеть табличка с указанием, где находится аварийный выход. Должны висеть огнетушители. А где они? Я не понимаю. Ну, это, может, как-то договоримся. Договоримся? Возможно. Вы же сами говорили, что мне нужен пресс. А-а-а, как вы это издалека зашли. Да, да. Да, вы правильно по адресу пришли. Оформляем персональную тренировочку. Я в течение трех месяцев гарантирую вам идеальный пресс. Мне нужен пресс примерно вот такой. В смысле? Желательно из долларов пресс. Потому что из гривен пресс я могу не заметить из-за своего второго подбородка. Короче, я вечером зайду, чтобы бабки уже были. Так, конечно. Ты смотри на него. Ах, я вообще. Молодежь, ну как, успехи? Рабочая схемка. Да не работает ваша схема. Вообще, я менять буду эту схему. И вообще, работу тоже менять буду. А к вам вечером зайдет постоянный клиент, ага. Ну и ладно. Мне ж больше клиентов достанется. Здрасте. Здрасте. И как мы будем стричь такую красоту? Ой, спасибо огромное. Мне так давно не делали комплиментов. Что вы, у вас очень красивые волосы. Да. Такая же улыбка. Может быть, после стрижки отметим новую прическу в ресторане? Я бы с радостью, но... О, серьезный нюанс. Да там такой нюанс, что даже не понимаю, как я за этот нюанс замуж вышла. Да вы что? Как можно не ценить такую красоту? Как будем стричься? Я не знаю. Хочется что-то кричащее. Каре. Нет, нет. Мелирование. Слушайте, давайте под мальчика. Или вообще на лысо. Да вы что? Обрезать такие красивые волосы это преступление. Да он даже не заметит этого. Да как такое можно не заметить? Вот сами увидите. Он меня будет забирать из парикмахерской? Вообще не заметит. Хорошо, я вам сделаю такую прическу, что все будут смотреть только на вас. Да. И ваш нюанс. Ну в смысле муж тоже. Давай. Ну вот, готово. Теперь все внимание будет приковано только к вам. Ну я надеюсь. Блин, да как, ну куда ты едешь вообще? Как можно так? Да кто воюет так? Ё-моё. Ну блин. Надо же базу защищать. Ну, Саш, как я тебе? Что там, брови выщипала? Я. Нет. Так, ну куда, ну куда ты стреляешь-то? Ё-моё, ну блин, ну зачем же так? Что там, ты маникюр сделала? Саш, это парикмахерская. А, я понял. Эти кончики, да, подровняла и все. Молодец. Умничка. Ну все, ну ё-моё. Может быть мне действительно кардинально все поменять? Так, я знаю, что вам нужно поменять. Длину? Мужа. Так, хорошо. А что вы там говорили по поводу ресторана после стрижки? Не, не, не пойдем, дорого. Все к себе. Блин. Ё-моё. Идемте. Ну куда ж так? Ну всех не, блин. О, вот этот танк брать надо. А куда она делась? А, домой, наверное, пошла ужин готовить. А тут Wi-Fi нормальный. Посижу здесь, поиграю. Так. Следующий. Добрый день, проходите. Здрасте. В нашем ЗАГСе нововведении всю работу осуществляет электронный регистратор. Я его называю просто робостратур. А, не смешно, я поняла. Значит, я свои визитки тамады давать не буду, да? Ну, если что, приятной вам росписи. Спасибо. Как символично, да? Мы с тобой познакомились при помощи смартфонов, и теперь нас будет расписывать робот. Ну что ж, только давай договоримся, секс у нас будет настоящий. Да, и кольца, и цветы, и шубы тоже будут настоящие, а не просто картинки. Согласен. Ну что, полетели в счастливую жизнь семейную? Оп. Добро пожаловать в мир цифровых регистраций. Выберите нужную вам опцию. Если вы хотите зафиксировать факт рождения ребенка, нажмите один. Чё нам пока рановато. Зафиксировать факт смерти, нажмите два. Это на случай твоей измены. Зафиксировать расторжение брака, нажмите три. Заключить брак, нажмите четыре. Наконец-то. Вам нужно заключить брак. Если вы хотите заключить однополый брак, нажмите один. Заключить брак с животным, нажмите два. Заключить брак с неодушевленным предметом, нажмите три. Заключить стандартный разнополый брак, нажмите четыре. Даже не знаю. В смысле? В постели ты бываешь иногда не то чтобы неодушевленным предметом. Ты чё, охренел, что ли? Тогда нажимай двойку. А чё это, я животное, что ли? А ты просто в постели такой быстрый, как гепард. Согласен. Нажимай четыре. Вам нужно заключить стандартный разнополый брак. Если ваш брак по расчёту, нажмите один. Брак по залёту, нажмите два. Брак по пьяне, нажмите три. Брак по любви, нажмите четыре. Что за дураткие вопросы? Четыре, конечно. Подожди. Наверное, нажмите все вместе. Зачем? Ну смотри, ну по-честному, я выхожу за тебя по любви. В перспективе я забеременею. И если честно, я с утра немножечко бахнула, потому что, ну так, набраться храбрости. Ну давай. Так. Вот так. Вы заключаете брак, потому что вы придурки. Где вы планируете отмечать свадьбу? В кафе нажмите один. На природе нажмите два. Дома нажмите три. Не планируете отмечать, нажмите четыре. Блин, да какая разница, где мы будем праздновать? Это вообще наше дело. Я не понимаю, вся страна в этих гаджетах и расписывает какая-то шелезяка. Дорогая, дорогая, не волнуйся, пожалуйста. Я думаю, это последний вопрос, ну или минимум осталось. Во что будет одет свидетель? Костюм нажмите один. Шорты и футболка нажмите два. Кожаный комбинезон нажмите три. Платье и бантик нажмите четыре. Да какая нахрен разница тебе? Ты можешь нас просто расписать. Свидетель на свадьбе будет одет в платье и бантик. Каким психическим расстройством страдает свидетель? Обсессивно-компульсивное расстройство нажмите один. Шизофрения нажмите два. В какой тональности будут петь гости на пятом часу второго дня свадьбы? Ля мажор нажмите один. Фа минор нажмите два. Си минор нажмите три. Ля бемоль нажмите четыре. Та-дам! Поздравляю! Вы ответили на все вопросы о предстоящем бракосочетании. Фух, слава богу! Я думал, это никогда не закончится. Так. Теперь вопросы о детстве жениха и невесты. В каком возрасте жених впервые поцеловался? Значит так! Я не хочу никакой расписи! Да меня уже тошнее от слова свадьба! Все, все отменяется! Опять? Ну и нахрена ты нам нужна? Да ты ж еще ни одну пару не расписал. Первый закон робототехники. Ну? Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. И ваши браки я заключать не буду. Знаешь что? А вот человек может и будет причинять вред роботу. Нет, знаешь? Знаешь что я тебе сейчас... А давай поиграем. Значит, первый вопрос. Почему мой муж разбрасывает носки по квартире? Вариант первый. Потому что у него косоглазие. Вариант второй. Потому что он не уважает мой труд. Вариант третий. Потому что он полный придурок. Вариант четвертый. Эта вонь отпугивает комаров. Один робот не может. Что? Расписал. Ори ж ты, Миша. Ори, ори, моя фигня. Договорился. Следующий. Я ни в чем не виноват и могу быть свободен. Вы ни в чем не виноваты и можете быть свободны. Как только я выйду из этой комнаты, вы сожжете дело о грабителе-гипнотизере. Как только вы выйдете из комнаты, я сожгу дело о гипнотизере. Сигналом для поджога будет хлопок входной двери. Сигналом для поджога будет хлопок входной двери. Зажигалка есть. Зажигалка есть? Это не вопрос. Это не вопрос. Есть. Пузанка! Ты не брал дело о гипнотизере? Нет. Нет! Странно, Пузанка. Я вот не могу найти его. Где же он еще может быть-то, а? Ты не знаешь? Ты что делаешь? Ты идиот, что ли? Ну-ка, дай сюда. Ты что, дело хотел сжечь? Это же дело, гипнотизер. Смотри мне прямо в глаза. Не перебивай. Я говорю, ты дело хотел сжечь, идиота кусок. Смотри мне в глаза. Ну смотрю, и что? Ты слышишь только мой голос и сделаешь все, что я тебе скажу. Я слышу только твой голос и сделаю все, что ты скажешь. Сейчас ты... Сейчас ты мне скажешь все, что мне нужно. Что ты говоришь? Отпустит. Дать тебе по почкам? Пожалуйста. Что, что, еще я что-то что-то должен сделать? Я не слышу. А, взять дубинку и ударить по коленке? Да, это пожалуйста. Что-то еще я должен сделать? А, всем потом рассказать, что я бил тебя под гипнозом? Пожалуйста. А можно я тоже погипнотизирую? Спасибо. Сейчас ты выводишь из гипноза этого идиота Пузенко, потом пишешь чистосердечное признание и садишься в камеру. Это понятно? Здравия желаю. Здрасте. Извините, не заметил, как вы тут оказались. Прошмыгнул, да? Значит так, Пузенко. Слушай меня внимательно и ничего не перепутай. Быстро ты в камеру, его ко мне. А, понял, я в камеру. Ты идиот, что ли? Ты все перепутал. Я же русским языком четко сказал. Ты ко мне, я в камеру. Ты свободен. Как? Да вот так. Сидишь тут, уши развесил. А у нас тут секретное дело о гипнотизере, которое нам с тобой, Пузенко, предстоит поймать. Черт возьми. Где же его дело? А это что? Дело. Что за дело? Гипнотизера. Пузенко! Я его ищу везде. А ты идиот вообще. Где же нам его найти? Ничего, ничего. Когда дело в моих руках, то значит все будет так, как надо. На троих.